Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд, и с вами я, Юрий Гемельфар. И вот сейчас я хочу обратиться к россиянам с одним простым вопросом. Скажите, пожалуйста, дорогие россияне, а что с вами произошло? Что случилось, что вы, в общем-то, нормальные люди, не хуже, не лучше других, вы превратились в рабов? Я не голословлю, но вот последний случай, когда подмосковье чиновники согнали учителей для того, чтобы испытать на прочность строящийся мост, предварительно взвесив каждую учительскую особь. И ведь пошли! И я, дорогие мои, совершенно не голословлю. Вот, пожалуйста. Пошли, ребят. Ну, это, понимаете, это даже не рабство, это даже не первобытное общество. Это вообще уже какой-то уровень перехода от человека к, я не знаю чему, к более низкому уровню эволюции. Это какая-то деволюция, а не эволюция. Что с вами произошло? Дорогие мои россияне, что с вами стало? Как? Каким образом вы могли дойти до того, что вот такая особь, как Медвединка, она заявляет следующее? Да ради бога, вот нате, любуйтесь, сейчас я вам сделаю это, чтобы было лучше видно. Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли, думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньшая проблема лукавства. Людей, лишившихся возможности, сходить в церковь жалко. А вот свиньи, не имеющие никакой веры и врожденного чувства благодарности, они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратлу от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами. Даже малограмотная германская бабка Бербак и ряд других смотрящих по европейскому семинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Но наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных им не привыкать. Вот скажите мне, вот я не могу понять, как, как вот вы, вообще вот, любое общество, услышав от одного из представителей элитки подобного рода парлы, они вообще не возмутились? Каким образом? Что с вами произошло, дорогие мои россияне? Что? Я не могу из этого понять. Я не понимаю, из какого гнелого сундука был извлечен вот этот пещерный шовинизм. Я не голословлю. Вот вам, пожалуйста, дорогие мои, любуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я особо хочу подчеркнуть, все ли такие в России? Нет, не все. Есть нормальные люди, но вы отдаёте себе отчёт, что таковые в меньшинстве. Вот ведь в чём загогулино. В глубочайшем меньшинстве. И они реально боятся поднять свой голос, потому что находятся в окружении явно не людей, а каких-то скотов. Вот мы к чему пришли. Дорогие россияне, вы понимаете, что это, наверное, один из последних разговоров на данную тему? Одна из последних попыток вас убедить, вразумить, хоть как-то растрясти. Вы во что превратились? Вам самим-то от этого не противно? Вы отдаёте себе отчёт, что вот сейчас украинцы, они защищаются от вас не потому, что они бандеровцы и так далее и тому подобное. Они просто защищаются от вас, как от чумы, как от холеры, как от, я не знаю, какой страшной болезни, которая пытается уничтожить их страну. До вас это не доходит? Я пытаюсь сейчас достучаться до вас, дорогие мои россияне. Это, наверное, последняя попытка. Я так чувствую, что больше уже попыток делать не следует. Это бессмысленно, потому что, да, я, наверное, виноват, что не смог до вас достучаться. Почему? Другой вопрос. Нет результата. Его не было. Но предупредить я обязан. Увы. Поэтому одно могу сказать. Прощай, Россия. Слава, Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова